Уже более 150 тысяч человек являются клиентами сети комиссионных магазинов «Титан». Купил себе планшет, работает идеально, все летает. Очень рад покупке. И сэкономил, и гарантию дали. Сеть комиссионных магазинов «Титан». Для всех и каждого. В Кирове арестованный врач, терапевт и фельдшер скорой помощи их обвиняют в разбое двух пенсионерок. Медики под предлогом оказания помощи проникли в квартиру, усыпили потерпевших и похитили более 200 тысяч рублей. Все подробности в нашем следующем материале. И говорю, ребята, что вам нужно? Этот белый, который светлый, он говорит, что вы меня не узнаете, что ли? Я вот пришли помогать. Я говорю, я вас не вызывала. Мы ей только уколы сделаем. 85-летняя Евдокия Михайловна в тот день встречала врачей-разбойников и не хотела пускать в квартиру. Но один из них, по мнению пенсионерки, обладал техникой гипноза. Второй я, знаете что, вот он ли гипнозом каким-то обладает, ли, я не знаю, вот смотрит так на меня. В общем, я подчинилась. Открыла дверь. Медики тут же направились к подруге Евдокии, 79-летней Нине Михайловне, которая практически не встает с постели. Померили давление и заявили, что оно очень высокое. Со слов пенсионерки, 2000 на 200. Вам тоже нужно померить давление. Померил, говорит, 2200, вам немедленно надо укол сделать. Мне никто в жизни никогда никаких уколов не делал. Пошли в квартиру, отменили давление, сделали бабушку, у которой было реально высокое давление, сделали укол и взяли деньги. Иван работает или уже работал фельдшером скорой помощи. Его и коллегу врача-терапевта Эльдара оперативники задержали в течение суток. Оба признались в разбое. По данным полиции, крупную сумму денег фельдшер Иван увидел случайно, когда приезжал. На реальный вызов. Далее они вместе с Эльдаром решились на преступление. На их беду 85-летняя Евдохия Михайловна запомнила все приметы и сообщила их полицейским. По имеющейся информации, один из злоумышленников несколькими днями ранее приезжал по данному адресу на вызов. И заметил место, где пациентки хранили свои сбережения. Сейчас оба врача арестованы. Около 30 тысяч Иван потратил на кредит. Остальные деньги были изъяты и будут возвращены пенсионеркам. Сейчас за групповой разбой медикам грозит до 10 лет тюрьмы. Михаил Вагин, Артем Миронов, Александр Марченко. Место происшествия.